Коля, а ты слышал такое выражение? В древнем городе дышит каждый камень, даже в таком новом микрорайоне, как юбилейный. Кстати, в 60-м году был основан. Согласен, я, например, ощущаю это дыхание прямо сейчас. Привет, Могилев, это дети асфальта Ирина Бородиловская. Николай Команцев. Мы приглашаем вас на очередную увлекательную прогулку по нашим улицам. Отдать швартовые. Дети асфальта прокатились по Днепру вместе с работниками Могилевского речного порта. Трамвайчик на конной тяге. Кто ездил на конке в Могилеве-Губернском, смотрите в рубрике в стиле ретро. Бэби-бум в Могилевском засаде. Вольеры пополнились новыми обитателями. Эксклюзив своими руками. В Могилеве все более популярным становится скраббукинг. Рано или поздно любая новость становится историей. Но мы стараемся делать все, чтобы рассказать вам самые горячие Могилевские новости до их сдачи, так сказать, в архив. Прямо сейчас смотрите городской блог с Надеждой Мишкевич. Для восьми Могилевских семей День независимости Беларуси стал двойным праздником. А все потому, что 3 июля в нашем городе стало на 8 жителей больше. Один мальчик и пять девочек появились на свет в городской больнице скорой медицинской помощи. Еще двух мальчиков приняли в Могилевской больнице номер один. После открытия новой транспортной развязки в нашем городе маршруты своего движения изменили автобусы номер один и номер сорок пять. Теперь, следуя по мосту на улице Королева со стороны проспекта Мира, они сворачивают на улицу Фатина. Затем в круговую объезжают микрорайон по улицам Овчанского, проспекту Димитрова и снова выезжают на улицу Королева. В Могилеве планируют провести паспортизацию улиц частного сектора. По мнению руководства города, составление документа на каждую улицу с указанием количества домов и их состояния позволит установить точное количество брошенных домов и участков. Паспортизация должна ускорить процедуру выявления бесхозных домов, что в свою очередь позволит перевести их в собственность административно-территориальной единицы по месту нахождения имущества. Такие земельные участки после сноса строений планируют продавать на аукционе под вторичную индивидуальную застройку или выделять под инвестпроекты. Лето в самом разгаре и, конечно, впереди солнце, пляжи, купания. Но природа кое-где напоминает осень не за горами. Первые краски поры года, которую классик назвал очей очарованием, в рубрике «Без комментариев». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что такое слух? Это полуправда или полу-ложь? Как он рождается? Ну, где-то что-то недослышал, недопонял, и все, слух готов. А результат разволновался, разочаровался, разуверился. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендую, загляните в наши кулары. Здесь нет места слухам. Правда ли, что с тех денег, которые я брал в долг, нужно платить налог? С 1 января 2015 года доходы, полученные от физлиц в виде займов и кредитов, подлежат налогообложению по ставке 13%. Если эти доходы были отражены в декларации о доходах и имуществе, либо пояснениях гражданина. Доходы, полученные от близких родственников, не подлежат налогообложению. В случае уплаты подоходного налого суммы займа кредита и возврата этого займа, налоги, уплаченные в бюджет, подлежат возврату этому гражданину. Я слышал, что продавцы секонд-хенда обязаны стирать вещи перед продажей. Это правда? С 1 июля внесены изменения в особенности продажа непродовольственных товаров бывшего употребления. Особенно изменения коснулись того, что на сегодняшний день все бывшие употребления обувь и одежды должны подвергаться обязательной стирке, либо химической чистке, в зависимости от вида сырья, уполномоченных на этой организации. Почему каштаны, которые растут у дорог в городе, всегда желтые? В городских условиях наши деревья более ослаблены, и поэтому они более подвержены болезни, ну, к всяким заболеваниям, то, что мы наблюдаем с нашими каштанами. Ну, это болезнь не города Могилева, это болезнь всей республики нашей, то есть каштаны пропадают. Древний Днепр. Когда-то по нему проходил путь из варяг в греки. Сегодня на Великой реке, конечно, не увидишь лазью викингов, но есть в Могилеве свои моряки. Они, конечно, ходят не по морю, но работу свою очень любят и ею гордятся. Анна Лапа узнала, как работает Могилевский речной порт, и даже посидела в кресле командира корабля. Капитал. Днепр не зря называют главной экономической артерией Могилева. Наши предки сюда пришли около 5000 лет назад. Если бы не Днепр, пожалуй, они бы здесь не остались. И речное пароходство, которое все еще существует в Могилеве, до сегодняшнего дня несет важную экономическую функцию для Могилева. Изучать портовую науку мы отправились в компании настоящего капитана. Ходил наш герой когда-то по морям и океанам, но уже несколько десятилетий его катер борозит Днепровские волны. Все мели и подводные камни Николай Васильевич знает, как свои пять пальцев, в отличие от меня. Но, признаюсь, порулить катером очень хотелось. Ну, это никак в машине, тут надо... Что я нас наделал? Ну, вот... Вот если я держу его прямо, то мы плывем прямо. Прямо, да. Прямо. Ну, он может вилять, то есть, в реке. Ну, в ряду женщина на корабле несчастье приносит. У вас есть женщина в коллективе? Ну, не, ну, раньше у нас поворок были женщины, на корабле, в сфере. Так, а сейчас надо туда... Сейчас надо много туда путить. Вот сюда? Много, нет, туда, в ту сторону. Не-не-не, наоборот, наоборот, наоборот. А-а-а! Много-много. Сейчас, смотри, много, много, много. А тут сейчас ко мне тут... Нет, забирайте у меня штурвал, а вы, мы, мы плывем куда-то в берег. Это не капитумный, ничего не получится. Ну, ступаю, штурвал. Мама, дорогая, куда мы плывем? Чуть не посадила на Америку. Женщины на корабле, я когда служил срочно, ну, на ракетном прессере, значит. Приезжали, у нас, ну, электроника была, это я 64-68 служил. Девочки, молодые, ну, в институте Шейнграда, командир не брал. Вот они просились, и сами ремонтировали, устраивали, но военные не брали. А сейчас, пожалуйста, в Америке служил военные, и на реке, и на реке, и на реке. До революции речной порт пристани Могилев находился в частной собственности. Под Днепру курсировало два небольших пассажирских и четыре буксирных парохода, а также несколько деревянных барж. В 30-х годах флот был национализирован. В Великую Отечественную войну весь имевшийся флот был частично эвакуирован, а оставшиеся суда и постройки разрушены и уничтожены. После Великой Отечественной верхний участок Днепра, запущенный и обмелевший, восстановили, и он снова стал транспортной артерией. Ходили в то время по Днепру колесные, работающие на угле, пароходы «Партизан», «Чайка» и «Брест». С 1950 года пристань Могилев стала давать прибыль, постепенно пополняясь более современным флотом. В то время основным грузом были дрова, оршанское пиво и гравий для стройтреста. В 1975 году пристань Могилев переименовали в речной порт. Сейчас старожилы с ностальгией вспоминают те славные для порта времена. Техника, конечно, была тогда сильная, много теплоходов было, 50 бар, желтогозы, 17 теплоходов, 7 снарядов. Работа была очень большая. Придешься утром в диспетчерскую, смотришь, хоть бы что-то не сломалось. Работа была интересная, красивая. Работали по объектам, были и ворши работали, шклоу, свержень, рогачев, по всему Днепру. Сегодня речной порт находится на полной самоокупаемости. Основные виды деятельности по-прежнему транспортировка грузов, пассажирские перевозки и табыча песка. В порту говорят, что при обмелевшем Днепре, ресурсы которого практически выработаны, держаться на плаву нелегко. Однако перспективы у Могилевского речного порта все-таки есть. Сегодня у нас есть разведанный участок, готовится документация для того, чтобы открыть карьер для разработки песка. Ну и естественно, исходя из того, что предприятия, которые домостроительный комбинат, СЖБ, завод Пославгородской, Дорсервис, они все в пределах доступности от нас. Вообще затраты снизим 4-6 раз. Могилев невозможно представить без его главной водной артерии, без речного порта, без пароходиков и барж в речном пейзаже, с детства знакомых каждому коренному горожанину. Это часть нашей истории, которую так хочется не потерять и сохранить для потомков. Вот что делать, если приехали гости? Вот я бы как поступил? Я бы в первую очередь этих отвел бы, наверное, в городскую ратушу. Хотя в засаде тоже очень интересно. Или вот, пожалуйста, может в Подниколе, это вообще историческое место. Ну, согласитесь, привет. Согласитесь, это дилемма. А вот интересно, как бы поступили в этом случае горожане? Узнаем. Ну, наверное, на Площадь Славы. Зависочет, конечно, Буйничий, Зоосад. Буйничий. А еще что? Ну, по центру. Показать, ну да. Вот памятники наших музеев. Город Могилев. А что? Да все. Это ваше любимое место. От начала до конца. Тут до полной картины нужно показать весь город. Я часто хожу в Зоосад. Мне очень нравится ходить там в город мастеров. Там очень красиво, мне там очень нравится. Тебе на дачу, что ли? Жизнь города. Она не затихает ни на минуту. Мы, горожане, мотаемся по своим делам из одного конца Могилева в другой. Кто-то на собственном авто, а кто-то на общественном транспорте. Кстати, а вы знаете, что в свое время в Могилеве-Губернском курсировал трамвайчик? Правда, на конной тяге. И прямо сейчас мы и пройдемся по его маршруту. Главную Могилевскую улицу приставить без транспорта сегодня невозможно. А весь каких-то сто лет назад ходили по ней только конные экипажи. Был среди них и трамвайчик на конной тяге или попросту конка. Появилась она в Могилеве в 1911-м, благодаря тому, что в наш город провели железную дорогу. Кстати, именно к железнодорожному ведомству конка относилась. Она ходила именно по Днепровскому проспекту. Ныне это улица Первомайская и ходила посередине улицы. И начинала свой путь от вокзала и немножко не доходила до губернаторской площади. Ныне это площадь Славы. Маршрут конки был коротким, примерно три версты. Это около двух километров. Но для пассажиров с поклажи она очень даже облегчала жизнь. Кроме того, конка была дешевым видом транспорта. Проезд стоил 4-5 копеек, тогда как за одноконный экипаж нужно было раскошелиться на полрубля. В основном ездили на ней мелкие служащие, прислуга. Солдатам разрешалось ездить только на подножках, рабочие пользовались. Транспортом конка была вместительным, рассчитанным аж на 20 человек. И незамысловатым. Простой деревянный вагон с лавками по бокам, на которые рассаживались пассажиры. Обслуживали конку. Это вагоновожатый и кондуктор. Вагоновожатый сидел, управлял лошадью. Он сидел во правой руке, держал вожжи, а левой рукой, рука была на постоянно ручном тормозе. Кондуктор оберечивал пассажиров и звонил в специальный медный колокол. Причем делал это довольно часто. Кондуктор звонил в колокол тогда, когда нужно объявлял о восстановках или кто-то приходил улицу. Потому что тогда не было переходов, как сейчас, точно установленных. И переходили улицу люди в разных местах и часто попадали под колеса. И естественно, поэтому он часто звонил в этот медный колокол. Специальных остановок, кстати, тоже не было. Конка останавливалась по требованию. А вот правила перевозок были. Вход и выход только на задней площадке. Груз только малогабаритный. Запрещалось пользоваться конкой людям в нетрезвом состоянии и в грязной одежде. Если трамвайчик ломался, деньги за проезд не возвращались. Но билет оставался действительным в конке, на которую пересаживались пассажиры. Начиналось движение очень рано. В основном оно шло тогда, когда приходили товарно-пассажирские поезда на станцию Могилев. Вот первый такой поезд приходил в 7 часов 20 минут со Жлобина. И вот туда приезжал, первый рейс конки приезжал. Забирал, привозил туда пассажиров, соответственно. И забирал пассажиров назад. И вот в течение суток совершал где-то 4 было рейса. И иногда 6, вот в разные дни по-разному. До 6 рейсов было, доходило. И вот последний, там 6 рейс заканчивался в 22 часа 16 минут, когда приходил товарно-пассажирский поезд из Витебска. В темное время суток на конке включали керосиновые фонари. Один внутри, другой снаружи, рядом с вагоном вожатым. А вот зимой трамвайчик не ходил, снегом заметала рейсы. И, кстати, у конки был приоритет движения. Другие экипажи должны были уступать ей дорогу. В Могилеве конка просуществовала до 1935-го. Во-первых, она стала мешать движению автотранспорта, которого становилось все больше. А во-вторых, в 1934-м в нашем городе появился регулярный автобусный маршрут, который дублировал маршрут старой доброй конки. Так трамвайчик на конной тяге стал городской историей. А вы знали, что Могилевский зоосад пополнился новыми обитателями? Кроме новорожденных зубрят и оленят, там получили постоянную прописку, спасенные добрыми людьми. Ребят, спасибо вам за это. Это Касули и Васиха. Надежда Мешкевич первая увидела новоиспеченных жителей нашего зоосада. В этом вольере грустит красавица Аталам. Полгода назад ее возлюбленный, двугорбый верблюд Джамаль, трагически погиб. Казалось бы, уже здесь, в зоосаде, животным ничто не угрожает. Но беда пришла не из дикой природы, а от людей. Новогоднюю ночь местные жители отмечали грохотом салютов и петард. И этого стресса сердце верблюда не выдержало. Точку в этой истории поставили только сейчас. Но и спустя полгода о смерти любимца могилевчан Георгий Малиновский вспоминает с горечью. В ту ночь охранники зоосада видели, как под грохот фейерверков испуганное животное металось по вольеру и резко упало. Экспертиза показала, погиб от разрыва сердца. Гостей буйнического зоосада верблюд радовал ровно год. Казахстанского красавца привезли из Москвы. Польбоваться на экзотическое животное приезжали из самых отдаленных уголков региона. Для Джамаля организовали комплексное питание, просторный вольер и даже приобрели верблюдицу в надежде на потомство. Многие знали, что это Джамаль, а это Аталай, его жена, и что скоро должны родиться дети. А на детях мы будем учить их, чтобы они катали посетителей на себе. После этого случая Могилевский райисполком постановил запретить использовать пиротехнические средства в радиусе 500 метров от зоосада, комплекса Корчма, музея этнографии «Белорусская деревня» и мемориала памяти «Буйническое поле». А вдове верблюдицы, конечно, найдут нового жениха. Ну а жизнь в «Буйническом зоосаде» продолжается. Буквально за последний год примерно на полсотни местных обитателей стало больше. Это не только те, кто родился здесь, но и животные, которые попали в беду и для которых зоосад стал в прямом смысле вторым домом. Месяц назад эта лосиха попала в колодец недалеко от Могилева. Ее заметили местные жители и сообщили в зоосад. Спасенному животному здесь не только помогли прийти в себя, но и нашли пару. А это трехмесячные малыши-косули, оставшиеся без мамы. Здесь они под постоянным наблюдением. Их терпеливо выхаживают и кормят четыре раза в день. Попал под комбайн и повредил себе ножку. У него был перелом, наложили ему шинку. Вот сейчас он уже опирается на ножку. Я думаю, выздоровеет, все будет хорошо. Сейчас в Могилевском зоосаде очередной бэйби-бум. За последние недели здесь родились двое зубряд, четверо детенышей благородных оленей и двое моралов. В зоосаде надеются, что условия, которые здесь так тщательно создают для спокойной жизни животных, не нарушит очередная человеческая беспечность. Знаете, я временами чувствую себя в нашем Могилеве, как на морском курорте. И не только потому, что сейчас жарко, как на юге. Вы обратили внимание, сколько в нашем городе в последнее время появилось чаек? Обратили? Вот и Седа Каспарова тоже обратила. Птичьи и атаки людей, режиссерская фантазия великого мастера ужасов Альфреда Хичкока уверены так и останутся в пространстве кино. Но то, что пернатые морячки активно переселяются поближе к людям, совершившийся факт. Не страшно, бутерброды не воруют у вас? Нет, не воруют. Все нормально. Даже приятно посмотреть на чаек. Вы не обращали внимания, что чаек в этом сезоне стало больше? Обращали. На самом деле? Я просто в армии служил, я не видел. Я вот знаю гусей слишком много стало, что-то их развелось. В городе? Не в городе, но именно на озере, на Добровенке. Вот меня они очень пугают, знаете. Вот я просто не представляю, как мне жить, у меня фобия развилась. Гусефобия? Да, да, да. В последние годы жители белорусских городов все чаще сталкиваются с увеличивающимся числом чаек. Казалось бы, чайки птицы романтичны, ассоциируются у нас с морем, отдыхом, курортом. Вот только в наших городах, и Могилеве в частности, моря нет. А чаек много, и они постепенно начинают выселять самых настоящих городских птиц. Это воробьи, голубь, вы, наверное, обращали внимание, что самое интересное, они уже начинают столоваться в городских мусорках, так что будьте внимательны. Конечно, как в Европе, они еще не крадут мороженые бутерброды, но все-таки на это стоит обратить внимание. Чайки-воришки нападают на людей и вырывают из рук еду. Мелочь, но неприятно. В период гнездования птицы обороняют свои гнезда и проявляют агрессию по отношению ко всем, кто рядом. Но еда не самая страшная. Некоторые покусились на святое – технику. Юный эколог Андрей Бондарев обеспокоен не столько переселением чаек, сколько нарушением птичьего баланса. Экосистема должна работать по правилам. Выходишь, хочешь увидеть воробьев, ласточек, а на место данных птиц летают чайки, воруют еду у кошек, собак. То, что у нас загрязнены водоемы, и для них это хорошее местообитание. Также они в таких водоемах выкладывают яйца и вылупляются новые птицы. Многие зоологи считают, что появление этих птиц в городе вина именно людей. Ведь теперь даже те косточки, которые вы выносите котикам, оказываются в клюве чаек. Недаром в Великобритании по такому случаю даже ввели штраф за кормление этих назойливых гостей. Того и гляди, приучат птицы людей к порядку. Так уж случилось, что в Могилевской области специалистов по чайкам нет. Что остается делать нам? Ну, как минимум, плотно закрывать мусорные контейнеры, чтобы птицы не разносили остатки еды по городу. И как максимум не кормить чаек, как бы нам не хотелось, не жалелось и не мечталось о море. Ведь получается так, что каждый из нас ответственен за городскую среду. А получится ли у нас что-нибудь совместными усилиями сделать, посмотрим в следующем году и посчитаем, сколько же чаек нам прилетело на гнездовье. И вон еще одна. Могилевщанки. Милые могилевщанки, я вами восхищен. У вас столько хлопот. И на работу сходить надо. И за семьей наблюдать надо. И в то же время нужно уделить внимание себе любимой. А как же любимое хобби. Это тоже вещь полезная. Кстати, в Могилеве в последнее время стали увлекаться скраббукингом. Что это? Сейчас узнаем. За что я люблю скраббукинг? За то, что... Пускай даже вечер посидишь над открыткой. Зато сделаешь такую вот оригинальную какую-то вещь, которой люди удивляются. Мне очень нравится, когда, глядя на мои работы, я вижу удивление, я вижу улучшение настроения, улыбки какие-то. Скраббукинг, пришедший к нам из США, в Беларуси, в том числе и у нас, в Могилеве, очень даже распространенный вид рукоделия. Альбомы, открытки и милые безделушки для души в стиле хендмейд, нынче последний писк моды. Потому что скрабовые вещицы предполагают, если не вечность, то хотя бы долгое хранение. Любая скраб-бумага обладает таким важным качеством, как бескислотность и архивность в хранении. То есть она не выгорает со временем, ее можно рвать, мять, мочить. Рисунок не поплывет, не потечет, ничего с ним не случится. Сделать открытку для человека творческого труда не составляет. Специальный для детей асфальт Елена помогла сделать нам эксклюзивную открытку и блокнот. Главное определиться с картинкой. Основу для открытки лучше делать из плотного картона, но не ватмана. Главный плюс скраба в том, что для создания вашего маленького шедевра можно использовать практически все. От травы сизаль до всяких веточек-ленточек. Елена Дюрова за 4 года своего увлечения насобирала приличный запас. Мы привыкли, что на открытках пишут с праздником, с 8 марта, с днем рождения. Какие-то надписи всегда присутствуют. Вот поэтому для такого случая в скраббукинге существуют специальные штампы. У меня с собой несколько наборов штампов. Они силиконовые. Вот здесь есть как какие-то картиночки, узоры, так и фразы. Вот такая приятная белорусская открыточка у нас получилась. Блокнот – вещь практичной, и сделать его не составит труда даже новичку. Обычная офисная бумага. Вот это половинка от листа А4. Потом она замачивается в крепком растворе растворимого кофе. Она даже пахнет. Попробуйте. Я думаю, что немножко запах сохранился. Да, пахнет. Кофе, да. Отлично. Собирается такая записная книжица, как бутерброд. Папка-дела, синтепон и льняная ткань. Ну, а дело декора за вами. Любое хобби делает нашу жизнь богаче, интереснее, разнообразнее. Я желаю, чтобы ваши родные и близкие поддерживали вас в ваших начинаниях творческих, помогали. И чтобы у вас все получалось, творите с удовольствием. Но сейчас самое время культурных новостей. И с ними, как всегда, познакомит Елена Стребкова в рубрике Культивижн. Всем культпривет. Начнем по традиции с обзора культурных событий, которые ожидают нас в ближайшие дни. 11 июля в 10.00 в кукольном театре смотрите сказку для малышей в двух действиях «Бука». В 12.00 поучительная сказка «Кошкин дом». 15 июля в 18.00 спектакль «Снежный цветок». Могилевский областно-драматический приглашает на постановки «Женитьба», «Кавалер Рос» и «Боинг-Боинг» 14, 15 и 16 июля, соответственно. Начало постановок в 18.30. Концерт группы «Love Labor Zone» состоится в Антиков и Чердак 18 июля в 18.00. Сможете услышать как собственные песни коллектива на английском языке, так и каверы лучших зарубежных рок-хитов в исполнении Андрея Бендасова. Праздничная программа длиной в 12 часов. Десятки площадок отдыха. Могилев встретил День независимости к культурно-развлекательными и праздничными программами. В них приняли участие более 25 тысяч могилевчан и гостей города. Самой масштабной концертной площадкой Могилева стала пешеходная Ленинская. Улица превратилась в праздничную, с национальным колоритом. На Ленинской развернули свою работу сувенирные лавки и ремесленные мастерские. А это будет козырек мужской от солнца. Свои концертные программы представили народные коллективы из всех районов области. Даже гости из Канады не остались равнодушными. И на вопрос, что больше всего им понравилось, ответили... Сквир 40-летия Победы принимал программу «Беларусь – страна праздничного детства». Юные артисты поздравляли Могилев с День независимости концертными номерами. И на площадке возле Дворца культуры области скучать не приходилось. Развлекательная программа с традиционным катанием на лошадях и ярмаркой. После 18 часов на площади славы концерт «Мой дом, моя страна, моя Беларусь». Война, о которой не пишут в учебниках истории. Великая отечественная глазами простых участников и очевидцев. Женщин, детей, стариков, тех, кто, например, жил в оккупации. В Могилевском государственном университете продовольствия издали книгу «Живая память о войне». А преподаватели и студенты сами стали ее авторами. Записали воспоминания своих родных и близких. Они легли в основу книги. Это уже третья книга о войне, которую издали в Могилевском государственном университете. Идея грандиозного проекта возникла, как это часто бывает, случайно. Ребята решили записать воспоминания тех, кто был рядом с ними, бабушки и дедушки. И записали так, что взяли за душу. Над книгой работали и студенты, и преподаватели. Записали воспоминания более ста человек. И очевидно, что третье издание «Живая память о войне» не последнее. А на этом у меня все. Редакция «Культивижн» будет следить за всеми культурными событиями Могилева. Но я с вами прощаюсь и желаю вам новых культурных открытий. Коля, скажи мне, пожалуйста, как ты в летнюю жару спасаешься от жары? Я? Ну, в кабинете кондиционер. Да. А дома? Дома тоже. А ты, кстати. А я не спасаюсь. Я наслаждаюсь. Потому что вот это такая штука, согласитесь, пролетает она совершенно незаметно. И от нее нужно взять все. Я, в принципе, согласен. Кстати, вот прогулки в компании с детьми асфальта по улице Могилева тоже время летит незаметно. И, кстати, время, наша программа заканчивается. И мы напоминаем адрес, куда вы можете присылать ваши городские истории. Город Могилев. Улица Первомайская, 83. Телефоны студии 2215 83 2290 70. Четко. Ну и, конечно, заходите на наш сайт. www.mogiliev.ru Мы ждем от вас хорошие новости, хорошего настроения. Ну, а мы встречаемся уже на следующей неделе. И делаем это с удовольствием. Кстати, кто-то ползет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!